Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Корнелис де Воз. Ломанская школа, молочные сестры. Корнелис де Воз, ученик Давидра Ремеуса, писал исторические картины и прекрасные полные жизни и правды портреты. Рубинс, принужденно отказывать своим многочисленным клиентам, отсылал их, когда дело шло о портретах к де Возу, говоря, что де Воз справится с задачей не хуже его самого. Уступая Рубинсу по колориту, де Воз в области портрета превосходит его точностью характеристики и выразительностью, качествами, по которым он близко подходит к Ван Дейк. Когда же де Воз представлен портретной группой «Семейная прогулка». Картина, известная под названием «Молочные сестры» или «Принцесса и ее молочная сестра», принадлежит к первому Берлинской галерее. Название это так и осталось за картиной, хотя давным-давно уже установлено, что один ребенок вовсе не принцесса, а другой вовсе не дочь ее кормилица. Сравнение с большим семейным портретом де Воза в Брюссельской галерее, на котором изображен художник с женой и детьми, ясно показало, что обе девочки дочери самого художника. Но публика не желает изменять социального положения своих любимец. Эта трех- или четырехлетняя барышня держит себя с такой благородной возможности, так милостиво наделяет подругу фруктами и в то же время так приветливо улыбается зрителю, между тем, как другая девочка в своей неуклюжей обуви и другой одежде так простовато себя держит, что трудно представить себе, что это все остальное. А между тем, это несомненно так. Те Воз, который обыкновенно группирует фигуры в портретах неинтересно и без отношения лиц друг к другу, здесь при помощи жанровой обстановки и аксессуаров так удачно воспользовался характерными особенностями детей, что обе девочки не только очаровывают своей ребяческой прелестностью, но и обнаруживают свое отношение друг к другу. Это шедевр портретной живописи, который своей меткой характеристикой доставляет одинаковое наслаждение как художнику, так и простому зрителю. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», «Картины знаменитых мастеров», «Художественные репродукции», «Фотографюрах» «Бода и Кнаппа», «Перевод и дополнение» под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok